Всем доброе утро, это Юлия Чепелева и у нас продолжается марафон, успеть все до карантина. До карантина у нас остается 48 часов, а дел на самом деле еще нужно переделать очень много. Я смогла перенести очередь на почту, и поэтому уже сейчас Мишель где-то около своей работы отправляет вам почтовые письма и посылки. Поэтому я надеюсь, что все-таки они успеют пройти за эти 48 часов до закрытия этапы хотя бы до пункта отправки. А потом, насколько я понимаю, самолеты продолжают летать, поэтому я надеюсь, посылки и письма все-таки смогут вылететь, и карантин нам в этом не помешает. Добрый день всем и всем подписчикам Юлии Чепелеве. Я хочу рассказать, что сегодня я был на почте, я послал все подарки, которые Юля собрала, и я послал в Сочи, в Грузию и в Израиле эти пакеты. И в течение 10 дней, я думаю, что все получат, и будем рады узнать, если получили, и какие у вас эмоции от этого. Хочу пожелать всем хорошего дня, и плюс самое-самое главное, позитивность помогает всем. Счастливо, спасибо всем, и будем на связи еще раз, или в прямом эфире, или в блоге Юлии Чепелевой. До свидания, чао-чао. Ну а я сейчас отправляюсь в клуб ветеранов. У меня была уже однажды встреча в клубе пенсионеров, где я представляла свои видео и беседовала со своими зрителями. И тогда я получила, кстати, отзывы, типа, что это конец карьеры, и если я пошла в клуб пенсионеров, то все, можно уже не продолжать свой блог. Так вот, я еще раз хочу ответить этим людям, что более искренних зрителей, более искренних встреч я никогда не встречала. Потому что я бывала тоже на всех этих блогерских вечеринках. Это самые бездумные мероприятия, которые только могут быть, на которые выброшены огромные деньги. Туда приходят люди потусоваться, скажем так, забрать подарки и разойтись по своим домам. А потом еще обсудить, кто во что был одет, кто как себя вел, о чем говорил. Так вот, на таких вечеринках я уже побывала, когда работала на 9-м канале. В какой-то момент я сказала, что больше меня не приглашайте туда. Мне такие мероприятия неинтересны. Поэтому я с удовольствием еду сейчас в клуб ветеранов, ветеранов Великой Отечественной войны. Где накануне праздника, хотя могут собраться всего лишь 10 человек, но все равно. Я очень рада, что я могу хоть какую-то долю, часть радости подарить этим людям. Я рада, что есть такая возможность. Я рада, что ко мне обращаются с такими предложениями. И это уже не первый и не второй раз. Поэтому буду продолжать эту деятельность. Несмотря на то, что сейчас очень загруженный график, я все-таки выделила эти два часа, чтобы отправиться туда и подарить частичку радости этим людям. Она понравилась, этот журнал понравился библиотеки Гарвардского университета. Я просил, чтобы я им высылал, я им высылаю. Им понравилось. Я даже не знаю, как она попала туда. А у меня еще очень много темы, я не знаю, конечно, главное, из-за того, что я буду выяснить, я начала освещать с людьми, с людьми, с людьми. У меня есть тоже видео на эту тему, я не знаю, на сколько это все много. Возьмите один журнал. Я посмотрю. Но если вам... Как всегда страдает юг страны, пострадал город Ашкелон, Ашдот, всю ночь обстреливались Дерот. И вот в таком положении, карантинном, с обстрелами, Израиль приходит к новому еврейскому году, до которого остается около 48 часов. Но израильтяне не падают духом. И мы не падаем духом в том числе, поэтому продолжаем. Сегодня посмотрите, что происходит на дорогах. И сейчас 12 часов дня, то есть пик, разгар рабочего дня. И вот это вот у нас происходит сейчас на парковках, на дорогах. Друг другу все сигналят. Не могут проехать. Это торговый центр. Здесь супермаркеты, магазины. И сотни тысяч людей, наверное, несколько тысяч точно здесь есть, которые съезжаются, чтобы закончить все последние дела. Вот одни выезжают, тут же другие заезжают. Ни у кого нет терпения. Так и слышны отовсюду сигналы машин. Терпения нет ни у кого. Если мы думали, что мы вчера получили все абсурдные решения, то нет. Оказывается, нет. Сейчас просто вот, ну, хочу, чтобы вы послушали, что нам запрещено. Запрещено купаться на море. То есть так и написано, что леры хитса, то есть для купания моря запрещено. Но, что не сказано по поводу именно пляжа, то есть на пляже находиться, да, можно для тех людей, которые живут в 500 метрах от моря. Такие дома у нас есть, то есть если человек живет около моря, в принципе, он может выйти на пляж, но в море заходить нельзя. Итак, это первое абсурдное абсолютно правило. Второе правило, парки, да, будут работать. То есть, несмотря на то, что нельзя нигде собираться, нельзя собираться больше 20 человек на улице, в парк можно приходить, если парк находится в 500 метрах. От дома я проверила, наш ближайший парк, вот та площадка, где мы гуляем слева, вчера поставила навигатор, ровно 5.00. То есть, если кто-то спросит, 500 метров от дома разрешено, выходите. Няни могут работать, а детские сады работать не могут. Абсурд, абсурд. Завтра без предупреждения закрывают школы, детские сады и так далее. Что делать родителям, никого не интересует. Абсурд, абсурд. Продолжаем дальше. Итак, можно продолжать до бесконечности по поводу самолетов. Говорили о том, что аэропорт Бен-Гурион будет закрыт, но нет, он не закрывается. Те люди, которые приобрели заранее билеты, да, смогут улететь. Те, кто решили после объявления тотального карантина приобрести билеты, уже, к сожалению, этого сделать не смогут. Между населенными пунктами передвигаться нельзя, но если у вас есть особое разрешение, тогда можно. И вот такие вот решения, они одно абсурднее другого. Честно, это уже не меняется не изо дня в день, это уже меняется от часу к часу. И люди, ну вот, просто уже устали от тех распоряжений, которые нам выдаются. Поэтому сейчас планы немного меняются, и за 48 часов нужно успеть намного больше. Потому что за 48 часов мне нужно еще дозвониться до всех инстанций, чтобы в ту новую квартиру, куда мы переезжаем, чтобы все это оформить на свое имя. То есть дел куча-куча-куча, поэтому сейчас я заканчиваю свое видео. Обещаю, что на время карантина будут интересные видео, я специально их храню в запасниках, чтобы вы не только наслаждались нашим красивым балконом, он красивый, я утверждаю это, но чтобы были интересные видео, кстати, шоппинг тоже будет. Так что не забывайте подписываться на канал, и будете получать уведомления о моих новых видео. До встречи, пока-пока!